Что, ребята, всем салют! Новый выпуск, и сегодня с вами прогуляемся по Олимпийскому парку. Он находится в Амеретинке, кто не знал, амеретинская низменность. С недавних пор это не относится к Сочи. Раньше это был город Сочи, сейчас это не город Сочи, это поселок городского типа Сириус. Представляете, вот такие вот изменения. На карте это выглядит теперь вот так. В предыдущем выпуске вы могли увидеть, а кто не видел, посмотрите, вот так он выглядит. Ссылочка будет в описании под видео. Мы гуляли в самом Адлере возле пляжа Чкаловский, назывался пляж Причал. Зайдите, посмотрите, чтобы вам было с чем сравнивать. Я там немножко накидывал такие фразочки, сравнивался с этим пляжем. И сегодня мы здесь, и давайте сравним, посмотрим, пройдемся, возможно, прям до Олимпийских объектов. Ну, вы сами, короче, все увидите и сделаете какой-то свой определенный вывод, куда вам приехать летом отдыхать, если вы выберете непосредственно Сочи и непосредственно сам Адлер. Погнали смотреть. Итак, мы сейчас с вами находимся в Меретинке, Меретинская низменность. Теперь уже поселок городского типа Сириус. Там, если вам видно, виднеется Абхазия. Вот это горы, это все Абхазия, Абхазия. А это непосредственно уже, ребята, пляж Олимпийский. Гальку выкинуло из-за штормов. Я напомню, что здесь пляж каждый год отсыпают из-за того, что вон там вот, в самом конце, построили перед Олимпиадой Меретинский порт. Из-за этого выброс природной гальки из реки перестал выбрасываться. И, соответственно, сюда галька уже не доходит. Из-за этого постоянно пляж смывается и становится уже. После сезона сюда камазы завозят много-много гальки. Вроде как это адыгейская, откуда-то они ее привозят. И отсыпают. Она, конечно, здесь безумно грязная изначально. Но после того, как пройдут дожди, конечно, галька все становится чистенькая. Но если сравнивать, опять-таки, с Адлером, там вы могли заметить, что галька там мелкая. Здесь она крупная и прям больно ходить. Если с таким босиком здесь продаются вот эти резиновые шлепки, то там спокойно можно ходить. Там может даже проскочить такой, ну, назовем это прям песочек. Мелкий-мелкий камушек. Ну, говорим, как песочек. Давайте подойдем с вами к морю. Хочу вам показать берег. Будет видно вам, не будет. Такой резкий склон. Градусов, наверное, 45. Это, видимо, из-за волны его так сбило. Потому что в Сочи был синяк. И море действительно сильно штормило. Здесь даже море чистое. Вот зайдите, посмотрите тот выпуск с Адлера и сможете сравнить. Здесь море гораздо-гораздо чище. Прогуляемся с вами до стадиона Фишт. Сами все посмотрите, сами все увидите. Какая здесь обстановка, тоже посмотрите. Итак, ребята, как ориентир у вас может быть и вот этот парк-отель Арпа. Кстати, может быть, кого-то интересует. Здесь, кстати, вот они вообще продаются. Здесь можно купить, можно арендовать на сутки. По-моему, от 15 тысяч стоят сутки в не сезон. А стоимость, по-моему, от 35, что ли, миллионов. Но так-то неплохо так купил. И у тебя такой видон, такой домик. Вот они, видите, вся линия усыпана этими вилами. Так вот. Участок такой малолюдный. Установлены на вот этих... Как они правильно даже назвать? Не знаю. Установлены такие скамеечки классные от солнышка. Люди сидят чист, чилят, наслаждаются. Так, вот он, сочинский попугай. Улетел. Тут у него крыло барахлит. Как-то громко работает. Так. Да, ну вот, да, вы можете сами заметить, что... Ну, по мне так. Здесь, конечно, гораздо интереснее прогуливаться. Гулять. Такая здесь, конечно, атмосфера более интересная. Ну, там вот эти все волнорезы какие-то. Ну, вот грязное море почему-то постоянно. Мне как-то написали, что да нет, это просто вы попадаете в такие моменты. Да черта с два. Вот сколько не приедем туда, так всегда грязно. Ну, как это? В смысле в такие моменты? Как бы расстояние отсюда до того пляжа, да, до Чкаловского. Ну, сколько? Километров, наверное, 12. И море и тут штормило, и там штормило. Но там оно грязнючее. Прямо что такая грязная пена по воде плавает. А тут... Ну, вот давайте еще раз с вами подойдем к морюшку. Посмотрите. Вон, кстати, Настенька. На марш с ручкой. Вот здесь море вы сами, да, можете увидеть. Вот такая вот, ребята, у нас атмосфера. Кстати, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Для, так сказать, новеньких, вновь прибывших на наш канал, я хочу напомнить, что мы это зимой решили зимовать в Сочи. Мы сюда приехали в конце октября. Будем здесь до июня, дальше посмотрим. Не знаем, куда мы пока поедем, пока об этом вообще не думали, но до начала июня мы точно здесь. В том году мы тусовались в Крыму, путешествовали летом по Крыму, два месяца с палаткой. Все выпуски смотрите на канале. Кому, кстати, интерес, как в Сочи снять квартиру, тоже есть очень такой дельный информативный выпуск. Тоже смотрите все, ссылочки я оставлю. А кому будет интересен Крым летом, мы написали свой собственный гайд, как пропутешествовать в Крым без каких-либо нюансов, без проблем, чтобы у вас ваш отдых прошел на таком лайте. Короче, с теми вопросами и проблемами, с которыми сталкивались мы, их у вас не будет, потому что вы просто приобретете наш гайд, его изучите и прям с собой в дорогу возьмете, как путеводитель. Чтобы его приобрести, нужно просто написать нам в директ, либо мне, либо Настеньке, запросить, и вам на почту придет наш авторский гайд. Ладно, давайте, давайте дальше пройдемся по береговой линии. Итак, друзья, чтобы вы понимали, что здесь море штормило, море по-настоящему смывало гальку, потому что вот вы можете увидеть вот эти бетонные квадраты, которые торчат из земли, их не было. Их техника вся укатала, когда привозила вот новую гальку, их не было. А сейчас вот были здесь сильные шторма, был очень сильный ветер, что гальку вон всю повыбрасывала даже вот к этим отбойникам, видите, на бетонные уже вот эти сооружения. Здесь был настолько сильный ветер, что самолеты не садились в аэропорту, их отправляли в Краснодар. Вот так вот, представляете? И здесь, вот здесь, прямо на берегу, ребятки, лежали сугробы снега, прямо сугробы. Мы первый раз застали в январе здесь снег, об этом есть тоже видосик, я выходил прям прям в прямую трансляцию. А когда здесь выпал второй снег, мы были в Москве, мы ездили к родителям, и нам не удалось это увидеть. Но смотрели по новостям, да, город здесь, конечно, нереально встал на один день. Здесь, кстати, в Сочи, когда выпадает снег, это вообще редкость, в последний раз это было в 2017 году, и до 2017 года это было в 2006 году. Представляете, да, какая редкость на берегу увидеть снег? Вот, здесь, короче, закрываются сразу у школы, никто на работу не идет, здесь такой сразу выходной. Ну, такой вот коллапс, короче, здесь случается. Так, мы сейчас с вами подходим к очень классному пляжу, к очень классному, он относится к Рэдисон, к отелю Рэдисон, ну и, собственно, называется пляж Рэдисон. Ну, это как бы большой пляж, олимпийский, олимпийский пляж, но все как бы его делят на, там типа на Рэдисон, там Магеллан, потом на пляж Бридж, ну, короче, каждый к отелю. Но все это, это открытые пляжи, сюда может прийти любой желающий, и здесь понаслаждаться, поотдыхать беспроблемно. Вход везде открыт, и все бесплатно, вот, в бесплатном доступе. Вот, и здесь вы можете увидеть, что нереальное количество людей, очень-очень много отдыхающих, и вот по сравнению с Адлерским пляжем, ну, вы сами, да, все видите. Кто не видел тот выпуск, обязательно посмотрите, видите, здесь тусовка сочинских попугаев происходит, они сюда вкуркукают, вкуркукают что-то. Вот так, вот посмотрите, сколько людей тусуется. Так, 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 ну вот, друзья, вот такая атмосфера, это конец февраля, да, на момент съемки 28-е, Темка сидит, Артем, пошли. Так, 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 волна поднялась, смотрите-ка, хоп-хоп-хоп. Смотрите, сколько людей. Да, это, конечно, не как в сезон, но в межсезоне такого не было давно. Да, я вижу. Так, что у нас тут из нового, пока нас не было? Заварили забор, сделали его, наконец-то, здесь забор убирали, вот этот вот черный, видите, где насыпь, потому что сюда заезжали самосвалы, здесь было все перекрыто, здесь вообще лежала большая куча. Вот, а сейчас все вот так вот раскатали, гальку завезли, пляж существенно расширили. Я думаю, кто отдыхал, можете заметить, что он вообще где-то вот до сюда был, остальное все море. отсыпают, отсыпают из-за тупости, глупости тех, кто строил этот порт. Вот, собственно, а там сейчас этот порт, кто гулял там, видели, то он вообще просто как этот, как помойка для ржавых кораблей стоит. Ну, вот, вмешались в экологию и все, и трындец. Ну, вот мы, собственно, с вами подошли к самому кайфовому пляжу Рэдисон. Почему он кайфовый? Я думаю, что ваши глаза уже через экран увидели. Да, здесь, ребята, песок. Здесь песок какой-то, я не знаю, мальдивский, не мальдивский, но он безумно мелкий, как вот, прям вот как мука. Детям одно удовольствие, вот, собственно, все детишки собрались нагореть, вот это там роют. Здесь установили одну лавочку, когда все по очереди сидят, закат здесь провожают. Конечно, закате, когда погода хорошая, здесь вообще народу тьма. сегодня поменьше. Последний раз, когда мы здесь были, вообще просто так усыпано все было, что мы думаем, вот это да. Итак, кто-то спросит, а что здесь летом? Ребята, летом все, что связано с галькой, здесь лежат просто отдыхающие, ставят там свои какие-то лежачки, стоят и платные лежаки. Что касается полосы песчаной Рейдисона, здесь висят цепочки между вот этими белыми, да, балками, и, соответственно, стоят тоже лежаки, здесь тенечек, создана теневая зона. Посередине, так, посередине стоит детская площадка, бесплатная, ну, лежаки, соответственно, в тени, они платные. Песка здесь тоже, кстати, поуменьшилась. Видите, вот этот кусок ткани, вот он как идет, вот здесь тоже должен быть песок. Вот так вот бьет волна и все нахрен вымывает. Ну и гальку, кстати, тоже смыло, потому что вот до штормов, до снега вот эта вот тряпка не торчала. Ну, возможно, еще сюда зависут песок перед летом, чтобы здесь было действительно его много. Как он выглядит? Давайте подойдем, я вам покажу поближе. Ну да, он, видите, как будто вот грязный прям стал, он был белый-белый такой, но в целом, давайте я покажу. Смотрите, какой он кайфовый, мягкий-мягкий такой. Редисон, конечно, здесь все закрывает, это их ворота, вот их спуск, они закрыты, соответственно, нужно обходить, заходить либо там, либо вот тут. Совсем рядом аэропорт, можете видеть, звук, наверное, он тоже слышен, самолет сейчас взлетает. Да, вот такая вот тут зона, очень кайфовая, ну вот просто вот эти тряпки, мне, конечно, не нравится, что они все повылазили, и говорю, этого прям не было-не было, все было хорошо, гладенько, отлично так укатано-закатано, но вот сейчас все это дело появилось. Ну, собственно, сам отель Редисон, все его очень сильно нахваливают, мы, конечно, в Редисоне ни разу не отдыхали, может быть, когда-то. И вот, про что я говорил, вот это вот все повылазило, этого тоже не было. Видите, бетонные ограждения их не было, это все было спрятано. Так, сейчас мы с вами подходим уже к месту такому чулзона. Сюда завезли пуфики, вы можете заметить, что вдоль всей-всей береговой линии они расставлены, прям до пляжа Пирс он называется, а за пирсом находится Роза Хутор. Пляж Роза Хутор, те, кто останавливается в отелях Роза Хутора и ходят бесплатные маршрутки или там автобус или что-то такое. Вот, но Роза Хутор, по нашему мнению, это самый-самый лучший пляж. Он прям обустроенный по всем-всем стандартам. А здесь, получается, смотрите, есть вот такая зона фиолетовых пуфиков, дальше идут красный, потом опять фиолетовый, потом опять красный, и всякие разные, разноцветные. Что касается этих пуфиков, они сдаются в аренду, просто подходит, там он тетрадку записал, взяли, полежали, отдохнули, позалипали, позагорали и отдали. У каждого, короче, здесь своя такая зона. Ладно, давайте дальше смотреть. так, ну что, вот видите, очень-очень много людей, вот вся линия усыпана, играет, а музыка где-то, вот он вход, мы, в принципе, да, вот, получается, с вами дошли, и людей по-настоящему много, такое количество, но это, видимо, связано с тем, что сейчас еще и солнышко, буквально несколько дней такого красоты не было, было прохладно, я же говорю, выпадал снежочек, посмотрите, сколько народово, просто капут, просто капут, смотрите, видите, вот посидели и идут возвращать эти пуфы, да, вот это кайф, на набережной, посмотрите, сколько людей на набережной, и вот, посмотрите, тот выпуск предыдущий с Адлера, и сможете понять, да, что там вообще все закрыто, там как будто жизни нет, она такая спокойная, такая спокойная часть Адлера, да, а здесь, посмотрите, все, киши, вообще просто, туристов полно, вот стол у кого-то стоит, кто-то так отдыхает, да, классно, ну вот, собственно, да, мы с вами почти подошли уже к стадиону Фишт, олимпийские объекты, кто не знает, это олимпийский парк, так, здесь вот один из самых прекрасных выходов на пляж с набережной, да, можете заметить, такая очень классная, очень классная, короче, фотозоны сделали ребята, кто следит за этим пляжем, ну, мне она очень симпатична, вот, если бы каждый выход был сделан в таком каком-то формате, согласитесь, глаз бы радовался еще больше, не только от того, что вы просто приехали на море, но еще и от того, что вот такие виды, вот такая красота, это, собственно, пляж типа от этой кафешки, от этого ресторана, они, видимо, и занимаются этой историей, вот так вот он пишет, вот он записывает кого-то в аренду в свою СРМ-систему, бумажную СРМ-ку, вот такая здесь есть еще мелкая галька, вы можете увидеть, но это, говорю, это вся привозная, это уже, даже, наверное, скорее всего, знаете, не побоюсь этого слова, скорее всего, это уже давно не родная галька, каждый год сюда завозят, завозят, иначе произойдет полное уничтожение, кто здесь там давно отдыхал, в 16-15 году, знает, что этот пляж был гораздо шире, пляж там, где Олимпийская деревня, соответственно, возле как раз Эмилизинского порта, он тоже раньше был, метров 40 он был в ширину, а сейчас его вообще там нет, его просто смыло, туда насыпали большие волны, чтобы волна не разрушала, и все так, собственно, и забросили, вот, ребята, такая, короче, обстановка здесь, в Эмилизинке, так, ну и, конечно, давайте я вам покажу, что сейчас творится на набережной, вы можете видеть, насколько тут много людей, блин, это очень круто, ну что, ребята, я готов завершить этот выпуск, классная прогулка вам получилась, кто-то, возможно, кайфанул, насладился через экран солнцем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк выпуску, пишите свое мнение, пишите, как вам пляж в Адлере, как вам этот пляж, пишите вопросы в комментариях, они всегда открыты, подписывайтесь на инстаграмы, ну и самое главное, поддержите канал репостами, короче, все возможные действия, все, я всех обнял, всем пока! Растворюсь, 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 растворюсь в этих красках дня, я развенчаю миф про тебя и про себя, и пусть все нерегко, и как-то рвано, меня излечат собственные раны, склоняться по пятам, и тут, и там, по чердакам, по городу, столице, напиться и, как говорится, быть вечно молодым, вечно пьяным, быть одиноким, одиноким и странным, где же ты?